Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Признаваясь вечной любви бункерному деду, среднестатистические забанутые жители болот на вопрос, за что же его любить, если в стране такой бардак, отвечают что-то типа «Царь-то у нас хороший». Путин – сила! Война за Россию! Матушка! А вот бояре плохие. Спасибо, что нам Господь Бог дал президент вменяемого, адекватного. Вот именно такой мужик молодец. Вот за что он и дорог. А кто ворует-то? Смотришь, губернаторы Шавины, эти все на свете, так тишина и порядок. За миллиарды почему не садят? Весь корень зла в боярах. Ага. Вот только они ж не с другой планеты в Мордор прилетели. Рашистские чиновники – это же и есть, по сути, россияне, представители глубинного народа. Просто эти, дорвавшиеся до власти и бюджетной кормушки персонажи, более хитрые и уворотливые. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. А вам должны ваши родители. Макарошки стоят всегда одинаково. На макарошках мы в больнице живем через несколько месяцев. И работают очень дешево. Прожиточный минимум, он на то и минимум. Весь мир знает, как порой могут себя вести среднестатистические жители болот. Многие из них частенько проявляют свою наглость, жадность. Любят отбирать чужое, регулярно генерируют какие-то маразмы и абсурды. Без хамства и драк своей жизни просто не представляют. Бегу, б***ь, потешок, б***ь. Чиновники недовеликой страны такие же обладатели расистского паспорта и лишней хромосомы по Мединскому. А значит, тоже не могут обходиться без всего вышеперечисленного. Мало того, что мы не можем... Ага, вы в эфире? Тихо, 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 тихо. Вы что делаете? Эй, что он сказал сюда? Алло? Пренебрежение и хамские высказывания в отношении своих граждан – это более чем норма для болотных законотворцев. Одни на полном серьезе могут удивляться, что люди в РФ не хотят устраиваться на работу с мизерной зарплатой в 15 тысяч рублей. То есть это зарплата в 15 тысяч и 18 тысяч рублей, и все равно люди порой отказываются. Ну, достаточно часто, причем факты такие. Других удивляет якобы странное мышление людей с низким доходом, которые вместо того, чтобы спортом заниматься, только и думают о том, как выжить. Вот же глупые какие! Пензенский депутат раскритиковал образ мышления и жизни бедных людей. Их фокус – внимание только на то, чтобы выжить, накормить себя и детей, заплатить за кредит за все квитанции. Они не могут просто физически фокусироваться на полезных вещах. Спорт, правильное питание, бросить курить и пить. А третьи, не стесняясь, обзывают своих соотечественников быдлом и бичевней. Вспомните, как пресс-секретарь губернатора Иркутской области называла жителей пострадавших от сильнейших паводков в Тулуне в 2019 году. Люди, вся эта бичевня, пришли и выяснили, как они едут. Она пришла, как черные, белые носочки. Своё истинное лицо показал в своё время и мэр Геленджика, когда проводил трансляцию в Инстаграме, посвященную коронавирусу и режиму самоизоляции. Уважаемые жители, с Богом. Дальше трудимся. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Выключить стрим градоначальник, похоже, забыл, и все подписчики лицезрели фееричный финал выступления. А если точнее, услышали своего мэра совсем с другой стороны. Это так эмоционально и красноречиво глава Геленджика высказывается о своей помощнице, которая, по всей видимости, отвлекала его во время прямого эфира. Самое важное, конечно, это уважительное отношение друг к другу. Вот оно величие русской речи и субординация во всей красе. Впрочем, чиновники скрипоносной страны и со своими избирателями разговаривают так, словно те их подчиненные. Анна Михайловна, такой вопрос. А некоторые избранники народа не стесняются даже крыть матом. Под занавес 2020-го прогремел скандал с депутатом Ульяновской молодежной думы Гафуром Гасымовым. Депутат от «Единой России» Гафур Гасымов угрожает и разговаривает матом с избирателями в социальной сети ВКонтакте. Возмутительного содержания комментарии в переписке депутата с народом всплыли, когда их, как говорится, накопилась критическая масса. Обилие ругательств с сексуальным подтекстом, угрозы физической расправой, расовая дискриминация, обзывательство родителей и многое-многое другое. В прошлом году накопилась критическая масса хейтовых комментариев и в исполнении главы Тамани. Тот создал фейковую страничку в Фейсбуке, чтобы оскорблять и обзывать своих избирателей в интернете. Долго оставаться засекреченным чиновнику не удалось. Вдумайтесь, не самый умный чинуша-шпион указал в соцсети свой реальный номер телефона, благодаря которому его и вычислили. А вот этот омский барин, по-другому его и не назовешь, на практике показал, как нужно обращаться с холопами не в интернете, а в реальной жизни. Ну, еще раз говорю, я не даю интервью и прошу меня не снимать. Что не понятно? Мы интервью... По голове хоть не получили? Давай. Вот. Не давай. Не вырос еще, чтобы так... Ой, а чего только стоит Дегтярев, называющий себя губернатором Хабаровского края. Просто послушайте, каким пренебрежительно поучительным тоном он заставил заведующую детского сада отвечать на вопрос, кого же благодарить за новый детский сад? Очень хорошо. За... Кому спасибо за это? Всем. Нет. Правительство Хабаровского, да? Президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Президенту и вам. За нас проект. Такое поведение губернатора наверняка бы очень зашло чокнутому недоимператору. Очень хорошо. Да уж, рашистские чинуши, наверное, с народом очень любят облизывать бункерного деда со всех сторон. Литрами лить мед на его уши. Оправдывать его преступления. Вот затеял больной маразматик полномасштабную войну в соседней стране. Все правильно придумал. Просто же выбора нашему горячо любимому главнокомандующему не оставили. У нас выбора не было. Они бы напали на нас, и было бы все в 10 раз хуже. Путин 8 лет тянул. И давайте дополнительный налог введем на время проведения так называемой СВО. Ввести военный налог. Несколько процентов, 2-3 процента к налогу на доходы физических лиц. Это что, невозможные какие-то траты и потери? А потом еще один. Для тех, кого пока не загребли на войну. Вот этот вот военный налог. Для тех, кто в армии не служил. Для белобилетников в первую очередь. Для тех, кто не подпадает под мобилизацию по разным причинам. А на пути к этому всему можно прикупить ковер с физиономией рашистского фюрера и похвастаться этим перед телекамерами. Глава Бурятии приобрел и, пожалуй, один из самых необычных экспонатов выставки. Ковер с изображением Владимира Путина. Монгольские продавцы продали эксклюзив с хорошей скидкой. Вы себя забыть. Первая покупка, и мужчина покупает. Это хорошо. Порой эти упыри изображают бурную деятельность не только для своего недоцаря, но и якобы на благо простого народа. Глава администрации террелесовского сельского поселения, это в Тверской области, торжественно открыл помойку. Помойку. Что правда, чаще всего их активная деятельность сводится лишь к торжественным, а по факту позорным открытиям всего того, что по умолчанию должно быть у людей в 21 веке. Туалетов, остановок, дорог, светофоров. У нас офигительное событие просто мирового масштаба. В Уфе открывают целый светофор, вы представляете? Три, два, один, красный. Выглядит все это убожество, как абсурд и издевательство над людьми. Но гляньте, россиян, походу, устраивает такое отношение к себе. Снова вспомним времена пандемии коронавируса. Тогда российские школьники, как и везде, перешли на онлайн-обучение. Председатель «Единой России» в Воронеже Владимир Нетесов решил присоединиться к всероссийской акции «Помоги учиться дома» и лично пришел к одной из школьниц с подарком. Вручаем тебе вот твою просьбу, чтобы ты хорошо училась, познавала гранит науки, развивалась. На первый взгляд все хорошо, но это только на первый. Интернет-пользователи очень быстро отметили дорогостоящую железную дверь, три замка и сигнализацию в квартире у якобы малообеспеченной семьи. Новостройка, в которой проживает женщина с детьми, тоже оказалась далеко не эконом-класса. Так как мы являемся малообеспеченной семьей, мы обратились в партию «Единая Россия» непосредственно к Нетесову Владимиру Ивановичу с просьбой о том, чтобы нам предоставили какие-то средства связи с нашими учителями, чтобы делать уроки. По мнению воронежского издания «Блокнот», семья, которой посчастливилась поучаствовать в постановочной благотворительности и получить от депутата ноутбук, конечно же, была выбрана не случайно. Мать девочки оказалась личным мастером маникюра депутата Воронежской облдумы Оксаны Ярковой, которую, в свою очередь, называют «фавориткой Нетесова». Ну, удачи, спасибо, хорошего дня. И четверть сдать на пятерки и год. Ну, теперь мы сможем все тесты задать, которые мы не сдали еще. Но ведь все логично. Зачем ноутбуки раздавать тем, кому они действительно нужны? При любой возможности нужно пользоваться своим положением и все лучшее отдавать своим же людям. Продолжаем рубрику самых глупых и позорных подарков от чиновников «Дефис политиков России». В Башкирии глава Баймакского района Фанис Аминев подарил ребенку с ДЦП велосипед, не оборудованный для инвалидов. Случай произошел в физкультурно-спортивном клубе, который открыли для людей с инвалидностью, так что чиновник знал, куда и к кому идет в гости. И какие у людей потребности. Мы были в шоке. И сын тоже. Нежданно-негаданно. Он же не ходит, а тут велосипед. Прям сочинский Дед Мороз так и хочется сказать про нашего следующего депутата. 90-летний житель Сочи пожаловался во время приема у депутата Романа Бугучука на то, что у него нет телевизора. Депутат исполнил желание старика. Вот так вот, красной кнопкой нажали, выключили. Вот эту берете, красную кнопку нажали, включили. Все. Телевизор, правда, оказался не новый, кинескопный. И еще интересный факт. Депутат запретил переключать каналы и сказал смотреть только Россию. Ваш канал России. Россия. Видите? Россия. Еще один депутат из Сочи тоже решил, так сказать, уважить пожилых и сделать скромный подарок. Но то, как он его преподносил, заставляет задуматься о нормальности человека. Это, знаете что, это приятно, чтобы вам было диплом. И все время меня вспоминали, да, укрывались и вспоминали меня, да. После этих слов так и хочется добавить. Пусть вас, пенсионеры, лучше вспоминают после повышения пенсии или решения других более важных вопросов. И вот от лица городского собрания Сочи я тебя лично поздравляю вас с днем рождения. А вот такой дешевый пиар с пледиками действительно смотрится, как издевательство над людьми преклонного возраста. Все. Еще один урок цинизма и наглости, на этот раз от депутатов единоросов. Мы уже вспоминали сегодня про сильное наводнение, которое произошло в Иркутской области в 2019 году. Люди тогда остались без жилья, одежды и еды. Если бы хоть объявили, сказали, что больше вода будет, чем в 1984 году, так хоть бы что-то вытащили бы. Вот такое хернё мы сказали, что не будет воды до 10 метров, больше не будут, не беспокойтесь. Она резко как дал, и всё, вот тихо, на копейки, и все поплыли. Многие неравнодушные стали присылать гуманитарную помощь, а местные предприимчивые депутаты от провластной партии решили никак не утрудившись записать все подвиги перед пострадавшим народом на себя. Не придумав ничего лучше, чем клеить на коробки и мешки с помощью наклейки с подписью «От Единой России». Люди собирают с миру по нитке, а эти народные избранники где? Все теперь бабушки, думаю, знают, что это Путин им помог. Это Путин собрал гуманитарную помощь. Это Единая Россия. В нынешних условиях войны подарки от российских депутатов и вовсе вышли на новый уровень. В семье Надежды Ермаковой два сына. Когда ей позвонили из фонда, защитники Отечества с предложением подарить велосипед, сначала удивилась, а потом решила, детям он понадобится. Тем более, третиклассник Максим еще ни разу на велосипеде не ездил. А купить дорогостоящий подарок для семьи, которая потеряла отца на СВО, затратно. Без бабы, конечно, очень плохо. Все скучаем. Не хватает нам его. Ну, жизнь продолжается, надо жить дальше. Особенно везет, в кавычках, тем, чьи родственники отправились на войну в Украину. А оттуда уже прямиком на концерт Кобзона. В Туве с семьям мобилизованных начали выдавать баранов, картофель и дрова. Потеряли сына или мужа в так называемой СВО? Не грустите. Вот вам барашек или на худой конец пельмешки с колбаской. Как говорится, приятного аппетита. Жуйте в память о сыне и не возмущайтесь. Как известно, простые представители глубинного народа очень часто делают и выдают такое, что попросту на голову не натянешь. Я вот, честно вам сказать, не хочу, чтобы мои внуки учились в школе, где было 52 гендера. Отсюда вопрос, а с чего барашистским депутатам и чиновникам вести себя по-другому? Почему бы не брать пример со своих же соотечественников? Вот эти слуги народа из-за своих выходок и слов очень часто и превращаются в настоящих клоунов. Мы православный край. Мы много конфессиональный край. Надо и ограмотнять. 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 Население вот тут. Порой они ляпают самую отборную чушь и дичь. Например, уполномоченные по правам ребенка в Саратовской области в депрессивных и суицидальных настроениях детей обвинила, нет, не низкий уровень жизни, бедность, алкогольную зависимость их родителей, а группу Нирвана. Одним из основных признаков депрессивно-суицидальных настроений Амбутспен назвала повышенный интерес к группе Нирвана и ее солисту Курту Кобейну. Который является героиновым наркоманом и который совершил несколько попыток суицида, и последнее закончилось успешно, когда он выстрелил в себя. И ребята начали романтизировать этот образ именно его. Интересно, знает ли чиновница, что Нирвана уже много лет не в топе? И как она объяснит тот факт, что сотни тысяч людей, слушающих когда-то Курта Кобейна, сегодня живы, здоровы, обзавелись семьями и совершенно не задумываются о суициде? А на его концертах кричали Курт Герыч и кололись, и поднимали два пальца вверх вот таким вот образом и говорили о том, что это действительно он их лидер идейный. И получилось так, что вот через столько лет вот эта волна пошла в обратную сторону. Представители власти недовеликой страны настолько обнаглели и оторвались от реальной жизни, что уже даже не пытаются фильтровать свои речи. И мы привыкли к тому, что они каждый день, блин, снова и снова пробивают дно, показывают, что можно быть еще безумнее, еще страшнее. Хочется вспомнить губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, которая выступила 9 мая перед юнормейцами. Выдала им свою очень неоднозначную интерпретацию слова «война». Война – это любовь, война – это друг, война – это будущее, заложенное в мире. И им абсолютно пофиг, как нелепо, смешно и позорно они могут выглядеть. Не надо вот этого, народных денег уже давно нет. Они есть бюджетные деньги. Местный глава администрации в Тульской области, который на открытии мемориальной доски за двухсотившемуся в Украине орку, с улыбкой на лице пожелал молодежи пройти такой же путь. Через это надо вам пройти. Понимать, что это такой же парень, как вы. Круче только вот этот рашистский сенатор Эдуард Исаков, который во время своего визита в военный госпиталь решил очень своеобразно подбодрить оккупанта без ног. У тебя колени есть. У тебя колени есть. Ты вообще будешь бегать. Пока не будешь. Не парься, чувак, у тебя ж колени остались. Будешь бегать. Странно, что чиновник не предложил орку снова на фронт вернуться. Вот это было бы действительно скрепно и духовненько в стиле русского мира. И вот россияне возмущаются, что депутаты такие плохие, такие глупые, алчные и жадные. Но чем чиновники отличаются от народа? Да ничем. Они и есть народ. Ведь наглость, жадность и злость очень часто исходят от многих жителей болот. И в особенности от тех, кто пересмотрел зомбоящих. Наверняка каждый из них, оказавшись у власти через пару-тройку лет, превратился бы в того, кого будут ненавидеть его избиратели. Запнутый круг, в который Мордор сам себя загнал. Но даже не пытается найти из него выход. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!